Неспокойные времена Трудно сказать Кто-то сказал, по-моему, в каком-то фильме, что Хорошие дела по ночам не делаются Спорный вопрос, конечно, смотря, что иметь в виду Но доля стены в этом есть Неплохой район, конечно, но Да, мы прогуливались воскресным днем Было очень жарко, мы устали И решили присесть на лавочке Вдохнуть, посидеть, прошло минуты, может быть, три Мне кто-то позвонил по телефону, я начал разговаривать В этот момент сзади подошли трое Чуваков лет, может быть, 15-16 Выглядевшие как откровенно Гэнгс, Владиносы Члены группировки бандитской Это Лос-Анджелес, их здесь Он этим и известен, на самом деле И здесь, насколько я слышал, на одной улице Ниже той, которой мы сели, там начинается Восьмая улица И там какая-то группировка какая-то бандитская Есть местная Я думаю, что просто это были чуваки, которые Стоят на своих постах И смотрят, кто заходит в этот район Не знаю, как сказать, как наблюдатели, что ли, может быть Они нам явно дали понять, что нам здесь не стоит находиться Скорее всего, они нас приняли за разведчиков Из какой-то другой банды, возможно Потому что в Америке, ну, по крайней мере, не знаю, как это все, все Америки Но именно в этом районе, где мы находимся Здесь не принято вообще гулять То есть люди здесь ходят, они либо спешат на работу Либо идут с работы, либо делают какие-то свои дела Никто не просто так не гуляет, на сторонам не шарахается, не зевает Вот, поэтому мы явно выделялись Смотря на то, что это был выходной день Обычно здесь улицы пусты довольно-таки Нет, нет, ни в коем случае Они просто подошли и очень культурно так дали нам понять Что нам здесь не стоит находиться Вот мы решили не испытывать судьбу И удалились оттуда Они за нами проследовали, может быть, метра 3-4 И потом куда-то исчезли Вот так вот, такое тоже бывает 3-4 метра Подписывайся на наш канал и ставь лайк